Всем доброго времени суток! С вами Салид Машика, и сегодня у меня для вас новости на 11 число 8 месяца 2021 года. Как и ожидалось, произошла смена прайм-хранилища. На смену по золоченным хроме и зефир вернулись Никс и Рина Праймы вместе с их шмотом. Учитывая, что эта парочка уже была доступна ранее, разрабы не придумывали новые реликвии, а использовали старые. Получать их можно привычным способом – за прохождение миссии Бездны, выполнение заказов открытых локаций и открытие наборов реликвий. К тому же Никс Прайм можно получить за прохождение точек интереса в миссиях Райлджека, что доступно бессрочно. Для желающих выкупить шмот Зерял имеются соответствующие наборы для продажи, включая аксессуары. Длительность нового хранилища неизвестна. Набор хрома и зефир был запущен 27 апреля и продержался до 10 августа. Однако на этом перечень нововведений не закончился. Разрабы решили добавить вступительные катсцены для финальной схватки с Личами и Сестрами, типа той, что показывали ещё во время Танакона 2 года назад. Вынужден отметить, что на Танаконе это смотрелось лучше, ибо сейчас эти катсцены представляют собой приближение камеры к боссу, который молчит и ничего не говорит. К тому же теперь при фарме Личия и Сестёр такая катсцена отображается каждый раз, раз уж и хоть что её пропускать можно. Но 4 раза показывать одно и то же мне кажется немного излишним. Хотя был один занятный момент, когда Сестра Парвас оказалась крошечной в одной из таких катсцен. Ещё в этом патче увеличили время отката телепорта для Сестёр. Было 10 секунд, а теперь стало 18. Сообщается также, что кандидаты Сестёр больше не будут пропадать после падения, если те были под эффектом ульты Новы. Любопытно и то, что раздрабы решили улучшить навигацию дрона на равнина Хейдалона, которого нужно сопровождать и для выполнения заказов. В основном это улучшение было сделано для события Чумная Звезда, что намекает на его скорый возврат, но пока что раздрабы ничего не говорят на этот счёт. Среди прочего, отмечается, что таки добавили чертёж альтернативного шлема Сивагота в ротацию магазина Ночной Волны. Улучшили и такую заповедь гонщик, как рефлекторное отрицание. Заявляется, что был введён предел для отражаемого урона враждебных собак. Тэнк же убрали отражение урона на себя или союзников дружественными гонщиками, плюс теперь отражается полный урон, наносимый игроком, вместо лишь базового урона. Было отмечено, что снова исправили возможность забрать награды хранилищ Дэймоса до открытия двери. Баф Рё Варина больше не остаётся вечно на игроках, которые были заглушены эффектами типа полинулификаторов. Вживление термального раскола на лимбо больше не приводит к нулевому расходу энергии лимбо. Требования ранга мастерства для Агендуса Дэгмат подняли с нуля до четырнадцати. Починили дикую раскраску членов Грастрактской тройки. Поправили нанесение урона от наводящихся снарядов Бузлока и альтернативно атаки Амбассадора, в том случае, если атака попадает по врагу. Вернули и юбку фигурки Иерели, по некой причине. Проблемы с отвязкой фокуса на консолях тоже должны были исправить. Что касается изменений для фарма испорченных голоключей, то введут их позднее, пока что имеются проблемы с мультиплеером. Среди других новостей нам сообщили, что набор заявок для 21 раунда Тенегена заканчивается 7 сентября в 21.00 по МСК, после чего будут рассмотрены все работы, которые подавали или обновляли после 21 февраля этого года. В общем, скоро я бы не ожидал завоз новых платных скинов. Был замечен необычный случай со Стимом, там рекламировали бустер кредитов на 90 дней в составе набора аксессуаров Гары Прайм, в то время как на сайте Варфа указан бустер ресурсов. После того, как я спросил у разрабов насчёт этого дела, мне сообщили, что это дело исправят, а пока что рекламу с бустером кредитов убрали со Стима. А напоследок мне попался скриншот некой химеры, типа Моа и Гончей. Выглядит не особо криво, а даже уместно в некотором роде. Быть может, разрабы как-то использовали Моа для разработки Гончих, потому такое скрещивание стало возможным. Однако на этом от меня всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.